Ну что же, настало время еще одному батум-рояля, а точнее взгляда с альфа-теста, который и проходил на протяжении двух дней. Если вы зададите вопрос, то толку от нее, если тест уже кончился, то могу сказать, что она будет бесплатной. И вы можете глянуть на игру сейчас, чтобы понять, стоит ли вообще ждать. Что касаемо лора, нам могут сказать разработчики, ссылку на сайт с ответами я оставлю в описании, а так кратко пройдемся. Раз уж игра из мира маскарада, то что за клон надо с пушками? На это дан ответ, мол, мы должны уничтожить на протяжении матча всех анархов, других игроков, и все это делается, дабы восстановить этот самый маскарад. Если вы будете показывать свои силы или применять оружие около мирных людей, то вы станете видны для всех. В нашем случае круг представляет из себя газ, красный глаз, который, как вы могли догадаться, убивает. Будут доступны режимы в соло и в командах, с учетом мастерства, а в матче будет по 45 игроков. Архетипное. У нас есть что-то типа трех классов, в каждом из которых два подкласса. Первая способность в классе одинакова, а вторая и пассивка отличаются. Пробегусь по всем, чтобы у вас была полная картина. Клан Бруха. Общая способность за второй прыжок. У Громилы силовая волна, отражающая пули, пассивка восстановления до половины хп. У Вандала в землетрясение с пассивкой сопротивляемости урону. Клан Асферату имеет способность кратковременной невидимости. У Диверсанта граната с ядом, пассивка снижением заметности на картонах. У Проходимца просветка противников. А пассивка это следы от пассивки. И Клан Терадор имеет способность телепорта к эллизии. У Искусителя это флешка, то бишь ослепление. Пассивка это очарование не эписей. Они не будут агриться как на вас, так и на всю вашу команду. А у Музы хил. Ну вы понимаете, на ком я буду играть. А пассивка у нее это сброс кулдаунов после нока. Каждого из них можно отдельно кастомазить. Как шмотки, так и внешность. Касаемо оружия, все более-менее по классике. ППшки, калаши, дробовики, снайперки, как со скопом, кстати, так и без. Оружие ближнего боя, катана, бита, пожарный топор, дуальные клинки, крутая штука. Некоторые, кстати, имеют способности. С катаной можно отражать выстрелы, а с дуалами можно делать рвок вперед. Из интересного еще есть арбалеты в две руки. Они просто стреляют, а вот большой арбалет уже стреляет за весы яда. Тут, как и в других батл роялях, есть хп и одна ячейка щита. Чувствуется как хайперскейп. Если помните такое, надеюсь уж, что она не закончит так же. Как по мне, карта хоть и не очень большая, зато много вертикального геймплея. Хотя, кого-то это может только расстроить. За счет этой постоянной ночи создается приятная атмосфера с дождем, светящимися вывесками. Чего хотелось бы и добавить. Тут можно возрождать убитых тиммейтов, но для этого ничего не нужно, кроме как подойти к зеленому дыму и, собственно, резать. Еще, когда вы падаете с большой высоты, приготовьте пушку и прицельтесь перед самым падением. Так вы избежите анимации удара земли за счет того, что прицеливаясь в воздухе вы начинаете пикировать вниз. Совсем забыл сказать, некоторые люди имеют себе баф, и если вы будете пить их кровь, то его вы забираете себе. Для примера, вот есть сангвиник, который дает плюс восстановления здоровья. Флигматик, дающий перезарядку умения. Это для примера есть еще парочка. И для таких бафов у вас есть три слота. И если я правильно понял, при нахождении одинаковых бафов, то он будет усиливаться. Но, так же будет занимать один слот. Далее я покажу вам нарезку геймплея, чтобы вам более наглядно продемонстрировать, что из себя игра явила кайтову. А лично мне пока нравится. Нашелся. А, ну вот 120 демжал, жал, с тербовика, может меня так чел убил? Ну, еще проходим-то, есть этот blood trail. Бля. Да, пиздец. Да, пиздец. О, Crowe. Ну, оно за все события. What the! борец я его не убил что он живет я думал лег измечал просил было бы удобнее давай давай он за скалу зашел но все окей упали косы нички и забывай силой как он своим пользоваться пера сам придумал выжить посмотрите вот так папа делаешь и все земля и все как надо лайфхаке уже для этой игры запишу потом он видос ставить это победа это что победа это что победа это собираеда это победа это что победа чжtsb на Histdon今天 чем он заработал ух пойду бахну кофе всем бы если у вас и замечания в плане лора то отмечайте я далеко не эксперт вампирах так что буду рад вашим поправку